Здравствуйте дорогие друзья, пришел наш звездный час. Перейдем мы сегодня с вами к изготовлению подвесок вот из таких замечательных кристаллов, но прежде чем мы начнем, я вам хочу поделиться. Ковырялся у себя на работе, нужны были определенные гаечки-болтики и попались под руку вот медные такие шайбы. Хочу вам сказать, что вот эти все шайбы они тоже у нас пойдут с вами в дело. Все это нам пригодится, несветное богатство у нас такое будет. Так, теперь перейдем к нашему вот этому богатству. Эти кристаллы, которые просто прелесть как блестят, это уже стекло, стекло хорошего качества и вот их с вами мы будем уже устанавливать в подвесочки и будем разбирать способы, способы крепления их на подвесках с помощью проволоки, в данном случае с помощью медной проволоки. Вот еще есть такие интересные кабошоны стеклянные, их часто употребляют, вставляют сюда фотографии с этой стороны, их тоже мы с вами будем в свое время, не в этом уроке конечно, тоже будем их использовать. И вся проблема в том, что как их закрепить, прежде чем их оформить, навести красоту, такая проблема существует, но она давным-давно решена. Есть множество способов, не множество, скажем, несколько способов. Хорошо, когда в кристаллах есть отверстие, то есть намного проще зацепился за отверстие и продолжаешь дальше оплетать проволокой. Но не всегда это бывает, и иногда как бы желательно, чтобы была целостность всего кристалла видна, без всяких отверстий. Есть они еще вот так вот уже вделанные, то есть можно начинать тоже с этих отверстий продевать, тоже как бы есть такой способ. Я не знаю, у меня осталось или нет, но что-то подобное было, 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 было. Вот, такое, я уже не помню, куда она у меня делалась. Но, тем не менее, вот такой способ здесь применен. То есть я вот именно в эти отверстия просовывал проволоку и дальше уже продолжал все это делать. Мы сегодня будем делать по-другому. Будем делать вот так, это у меня уже как бы они закреплены. Вот маленький, который мне показывал такой формы кристалл. Концы все оставлены для того, чтобы дальше еще плести и оплетать. Здесь, как вы уже поняли, вот этот крепежик, три проволоки вместе скрепляются. Здесь берется середина, здесь где-то у меня по 25 сантиметров, наверное, были проволоки. Вот три проволоки. Давайте на большом будет удобнее. Вот она так была проволока. Три проволоки берем вместе. Одну проволоку мы на наковальне просто разбиваем. Ничего страшного, что она такая неровная. После того, как мы ее отбили, обязательно ее надо отжечь, потому что она станет твердой и хрупкой очень, ломаться будет очень-очень. Не согнете вы ее так, сломается. И, естественно, после этого отбелить, потому что она будет черная, само собой. Отбелить можно в уксусе. Я на сайте уже описывал этот способ. Крепим. Проволоки три скрепили. Огибаем кристалл примерно, смотрим в серединке. Снова наматываем. Здесь вот у меня два витка. Единственное, я скажу, что концы внутрь делаете, чтобы обрезать проволоку внутри. Сводите и верхние вытащили сюда. Снизу тоже крайние проволоки. Выкинули сюда инструментиком. Пользуйтесь инструментом. Втягивайте аккуратненько, старайтесь не царапать проволоку. Вот это один из способов крепления. Вот этот маленький, он сделан точно так же. Дальше мы оплетем все это хозяйство. Можно также скреплять не только вот этой плоской, а еще и круглой проволокой. Также скреплять, наворачивать. Здесь все точно так же. Вот они, концы выведены. Здесь тоже. Здесь форму вот этого изгиба тоже можно делать разную. Это внимательно присмотритесь на готовых изделиях. Обратите внимание, увидите. Сразу поймете. Дальнейшие действия, которые я произведу, сильно сказал. Сделаю я когда украшение, я покажу дальше как это делается. Вот сегодня такой небольшой, но я считаю важный, важный урок. Вот вата серебра на место. Красота несусветная. На этом все. Всем пока. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова